МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Выборы 2020. Сегодня у Гомеля отбылось первое организационное посадение областной комиссии. Зеленые городы. Селета в регионе высаджено больше 60 тысяч древ и кустарников. В режиме онлайн профсоюзные организации перейшли на работу в дистанционном формате. Докрануться до пригожих. В галереи Гаурила Вашченки провели ночь музеев. А заразом, гетем, иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля обраны старшиня областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Решение принято на ЯЕ первым посаджением. Под обязанности у наших корреспондентов. Разрешите поздравить Вас с избранием в состав Гомельской областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. И пожелать Вам успешной, плодотворной работы на всех этапах избирательной кампании. Першая посаджение областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь носит организационный характер. Попропоновит членов комиссии ЯЕ старшиня обраны Алексея Неверов, які узначаливая областное объединение профсоюзов. Царод охудшенных деловых якостей, принциповость, сумленность и великий опыт по проведению выборчих кампаний. Наместником старшини стала Тамара Лукьяненко. Секретаром областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь затвердженный Василь Зубец. А праша того, на першем посаджении разгледженный график работы комиссии и график дежурствов ЯЕ членов. Як и подчас попередних выборчих кампаний, комиссия будет знаходиться по адресе проспект Ленина, 2, кабинет 212. Нумеры телефонов 33-43-15, 33-43-01, 33-43-03. Нагадаем, что в областную комиссию по выборах президента Республики Беларусь обраны 13 человек. Четыре из них вылучены политическими партиями. Социал-демократичной народной згоды, коммунистичной, республиканской партии працы и справедливости, либерально-демократичной. Еще шесть человек представляют громадские организации. Беларуський союз ветеранов войны в Афганистане, БРСМ, профсоюз, Белую Русь, Беларуський союз жанчин и объединение ветеранов. Три члены комиссии вылучены инициативными группами громадян. В состав избирательной комиссии вошло 13 человек. Это люди все опытные, неоднократно работающие и в областной комиссии, и в различных уровнях комиссии по различным выборам. Поэтому я думаю, что данная избирательная кампания пройдет на высоком организационном уровне. Олег Синцеров, Максим Савин, Яуген Макеенко, Телер, Радио Компания, Гомель. Сегодня в областном комитете природных ресурсов и оховы новокольного сяродзе пройшла нарада по пытаннех озеленения населенных пунктов. Средо принятых решений, проведение мониторинга проживальности рослин. Ситуация и потекавилися наши корреспонденты. Об масштабах озеленения населенных пунктов Гомельской в области можно мерковать по такой лишьбе. Только в основе этого года в регионе высаджено больше 60 тысяч древ и кустарников. 15 тысяч из них непосредственно на территории Гомеля. Насельничество до этих работ отнеслося вельми станучше. Конечно, нужно озеленение проводить. Это красиво, это природа. Это новый микрорайон, здесь очень хочется все озеленить. И действительно не хватает немного зелени, немного свежего взгляда, скажем так. Поэтому все, что садится, практически все. Вот я хожу с ребенком, наблюдаю на то, что много садится. Значная частка саджанцев все лето была набытая за кошт предприемства и организации региона. Так, автобусный парк номер один акционерного товариства Гомель АблАутотранс за уластный кошт набыл больше 200 саджанцев дуба. В середине саджанцев их высадили на улице 8-й иншагародней. Станом насаджения за непокойные мясовые жахары не быта, а малюсе рослины засохли. Специалисты обследовали посадки и пришли до высновы, что сказать об их гибели нельга. Справа у тем, что листья на дубе может з'явиться и в середине червеня. По кульжа, для больше активного роста, древы подкормили минеральными удобрениями и полили водой. На 8-й иншагародня был высажен дуб. На сегодняшний день много возникло вопросов по этому вопросу приживаемости. Но мы знаем, дуб – это такая порода, которая очень поздно просыпается деревом, и поэтому сегодня еще рано говорить на тему приживаемости. Я думаю, мы еще недельку-другую помониторим эту ситуацию, и картина будет точно известна и ясна. Особливая увага якости саджанцев и их приживальности. На предприемстве червоных гвоздик звертают увагу. Тут шмат факторов, которые необходимо улишивать. От правильной транспортировки до выполнения всех технологичных потребований подчас посадки. На жаль, в некоторых выпадках озеленением займаются працевники организаций, которые не ведают всех особенностей. Перед посадкой необходимо делать анализ глеба, правильно выбирать гатунок и выпрацовывать рекомендации по дальнейшим доглядам за рослинами. Качество саджанцев соответствует норму требованиям, но вопрос не в самих саджанцах, скорее так сказать. Вопрос в том, как с этими саджанцами обращаются, как проходит посадка и даже до посадки, как происходит транспортировка и так далее. Потому что практически любой самый идеальный саджанец, его можно загубить неграмотной посадкой и абсолютно отвратительным уходом в дальнейшем. Саджанцами больше примальных для нашего климата древ – липа, бероза, клен, дуб и верба. До початку червеня на Гомельшине будет проведены мониторинг проживальности рослин, высаджанных в последний час. По его выниках будет складен план замены древ, которые загинули. При этом у областном комитете природных ресурсов и охованного окольного саджанцами звертают увагу, что 100% проживальности не бывает никогда. У природы есть свои законы, которые необходимо улучшать. Проводится мониторинг приживаемости насаждений, высаженных как весной этого года, так и осенью предыдущего года. Те насаждения, которые были высажены осенью прошлого года и не прижились по тем или иным причинам, согласно рекомендации наших инспекций, подлежат удалению с целью того, чтобы эстетический облик наших улиц поддерживался в нормальном состоянии. Поэтому прошу неравнодушных граждан правильно воспринимать данную позицию. Взамен этих удаленных насаждений, которые, еще раз подчеркну, не прижились, усохли осенью, благоприятный период для посадки, будут высажены новые насаждения. Алисин Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Эпидемичная ситуация оказала вплыв на организацию многих процессов в громадстве. Адметной рисой сучасного життя стала дистанционность. Скороцить количество физических контактов – верный способ застеркнуть себя от заражения. Когда есть мягчимость, люди мкнутся вращать вопросы ненадлежности, не только бытовые, но и рабочие. Накольки гэта эффективна, учим плюсы и минусы дистанционного регулирования працы. Об этом наши корреспонденты доведались на прикладе работы профсоюзных организаций. В переходе на работу осуществляются замеры температуры. Заседание профсоюзного комитета проводится у нас в большом зале. Эффективность работы организаций залежит от того, накольки активно взаимодействуют сие структурные одинки. В условиях пандемии гэта могло бы стать проблемой калібно-технічной махчимости нашего часу. Для профсоюзов в області видеоконференции давно звыклая форма работы. Цепер активное використание интернету – необходность. Коронавирус не станет перешкодой продуктивному диалогу. Мы вот пять лет работаем в таком режиме. Ну, во-первых, это оперативность. То есть любой вопрос мы сегодня можем обсудить буквально со всеми своими коллегами. Тем более, вот эти люди, которые сегодня участвуют в этом заседании или в этом аппаратном совещании, они все члены президиума. И если возникает вопрос оперативно принять какое-то решение, ну, законность его, потому что, ну, есть такое понятие, как в рабочем порядке, вот он принимается моментально. Нововведение у работе профсоюза так само есть. Мессенджеры с махчимостью вида от шата – соправдная знаходка для инспектования по пытаниях охоты працы. На протягу одного вида звонка специалист может погуторить с коллегами, оглядеть умовы в творчестве на предприемстве, оценить выконание рабочими правилами безопасности. В этом режиме мы можем проверять, как организовывать плановые проверки, мониторинги осуществления общественного контроля. Мы можем организовывать обучение общественных инспекторов по охране труда. В опыт профсоюза показывая, дистанционность ни як не пирожка джая створать необходные санитарные умовы на местах. Худкость передачи необходной информации, доручение укировництва, дозволяя процедурникам первичных организаций оперативно выполнять свои обовязки. Закупаются дезинфицирующие средства для гигиены рук, обработки поверхностей, подвижного состава, значит, для защиты органов дыхания. Это маски, респираторы, для защиты глаз. Значит, щитки вот были на прошлой неделе нами закуплены. На пытанне ці існують мінусы у дистанционной формы работы, керавництва областного профсоюза отказывает однозначно. Живый контакт – есть живый контакт. Гуторка без посредника у выглядзе веб-камеры больше сприяе активному диалогу, дае глебу для дискуссий. Але и на одлеглості можно заставаться эффективными. Выпробование коронавирусом узмацнило творче потенциал организации и предприемствов. Здабыть позитивный опыт у непростом становящий – важное умение у сёняшний час. Миколай Скинсиян, Игорь Марышенко, Телерадоя компания «Гомель». До інших тем. Часовый ввоз замежных автомобилей продолжили до 30 вересня. Такое решение принял Совет Евразийской экономичной комиссии. Причина – эпидемиологичная ситуация у свете. Границы особных країн закрыты, а тому законность знаходження замежных транспортных сродков на территории ЕАЭС выкликало питанье. Рашенье уступаю силу с 28 мая. Зворот умытные органы не потребуется. А кроме того, продугледжены нововведения для особ, які переселяются на постоянное место жихарства на территорию ЕАЭС. Например, если 18-месячный срок ввоза товаров в связи с переселением на постоянное место жительства истек 10 мая 2020 года, физическое лицо вправе беспошлино ввести на территорию ЕАЭС такие товары до 30 сентября 2020 года включительно. Более подробную информацию можно узнать на едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь. Завтра вратовальники проведуть онлайн-занятки для молодых мать и будущих батьков. Супрацовники МНС расскажут, як выбрать правильный ложек, як оказать першую допомогу немауляти и оборонить малого от острых вуглов. А так само назовут небезпечное для детей место у кватеры. Промыэфир с Гомельского центра безпеки почнется у 11 годин. Подключиться до трансляции можно у социальных сетках ведомства. Ванхог у медицинской масцы и социальное дистанционование. Как не покинуть гомельчан без мастерства вперед пандемии, ведутся в картинной галереи Гаурила Вашенки. Напередодне тут провели традиционную акцию «Ночь музеев». На ней побывала наш корреспондент Ганна Коральчук. С улицем эпидемичной ситуации все лета многие установы отмывались от масштабного ведомственного мероприемства. Однако галереи вы решили все-таки подрыхтовать широк сюрпризов для наведовольников. Як супрацовники выставочной просторы, так и наведовольники засумовали один по одним. В определенный период времени у нас незначительное было количество людей. И я буду совершенно с вами откровенно и скажу, что и сотрудники наши скучают без посетителей. Мы только держали связь по телефонным звонкам, мы давали информацию, но надо очень отметить, что приятно было, когда прозвучало в средствах массовой информации, что все же в картинной галереи «Ночь музеев» состоится, то было очень много звонков, а до которого времени можно прийти, а как долго можно находиться, а что для этого надо. Когда в выходе в галерею разгорнулася выстава продаж сувениров, на которой можно было набить самые потребные аксессуары прошлого часа – маску. В ученик колледжи народных мастерских промыслах сделали варианты с вышивками и надписями. Далее экскурсия по экспозициях. До речи, любой жадающий мог наведать «Ночь музеев» бесплатно. Для этого нужно было прийти в первые 15 минут каждой годы. В зале гостей чекали такие выставы, как «Невядомый Ван Гог» и «Напау полотна» Татьяны Гержгориной. А кроме того, профессионалы и творцы-аматеры могли покинуть свои работы для экспонования на выставе «Я мастак – я так бачу». Народный проект уже объединял около 50 мастеров Гомельщины. А тем, кто только может створить нечто своими руками, пропоновали принять это дело в бесплатном мастер-классе по интуитивным малюваниям от мастерской школы «Ключ» Игоря Ягодкина. Методика заключается в следующем. То, что обучаются руки делать определенные движения и обучаются глаза видеть в определенных движениях определенные формы. И после создания вот этих движений глаза распознают, а руки доводят это и получается вот такого рода работы. А в зале по проспекте Ленина гостей чекали милые пухнатые звероняты. Незвычайный зоопарк знаменит с разностайными декоративными трусами – чернобурыми, новозеландскими, коричневыми, шерыми французскими, голландскими облавухими и многими иншими. Каля 30 видов, от карликовых до гигантских, за радостью чекают подшастунков от гостей, а взамен дадут себе погладить и сфотографоваться. А кроме того, на выставе парк пухнатых можно убачить малпу, шиншилл и наводьянота. Усеяны будут в Гомеле до 17 липня. Ганна Коральчук, Павел Антонов, телерадиокампания «Гомель». ГТА, а так само інші новини, інформацію об проєктах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашім сайті у інтернеті. По адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершен. Усяго вам доброго и до новых зустречу ефіры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Водитель с признаками алкогольного опьянения совершил минувшую ночью ДТП, в котором серьезные травмы получил невиновный водитель. Пострадавший скорой помощью был доставлен в больницу. Авария произошла возле деревни Севруки на автодороге на Бобилице-Чонке. Водитель BMW X5 выехав на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Мазда под управлением 46-летнего водителя. Виновник получил легкие травмы, а вот водитель Мазды попал в реанимацию. Чтобы извлечь его из покореженного авто, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом. По данным ГАИ, мужчина, который управлял X5, сел за руль в нетрезвом виде. Проводится разбирательство. Злостный хулиган с баллончиком распылял слезоточивый газ в глаза продавцам киосков и магазинов. Гомельские милиционеры задержали мужчину, который ставил эксперименты на людях. Перцовую и аэрозольную смесь он направлял в тех, кто этого совсем не ожидал. Продавцы киосков стали удачной мишенью, потому что в ответ не смогли бы сразу последовать за мужчиной. Жертвами диких экспериментов стали продавцы киосков Билсоюз Печать. Благодаря камерам наблюдения стало понятно, как злоумышленник это делал. Подходил к окошку киоска, просовывал руку и распылял в глаза газ. Милиционеры предупредили работников магазинов шаговой доступности о том, что в таких ситуациях следует нажимать тревожную кнопку и план сработал. Нарушителя задержали после очередного хулиганства в магазине на Междугородней. Он сказал, что просто проверял эффективность газа и его влияние на людей. Теперь мужчина проверит надежность камеры-изолятора временного содержания. Возбуждено дело по статье «Особо злостное хулиганство». А в железнодорожном районе Гомеля подросток похитил Сигвэ из пункта проката. Юноша два раза брал его в аренду, а потом просто не вернул. Хозяин проката ждал клиента более двух часов, а когда понял, что клиент Сигвэ уже не вернет, сообщил в милицию. Правоохранители нашли подростка, а затем и украденную им технику. Родителям тот сообщил, что выменял Сигвэ на самокат. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с «Дефакто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Определились четвертьфинальные пары плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК, уступив в первом матче Минску на его поле со счетом 1-5, сумел перевернуть ход серии в свою пользу. В жлобе нигде проходил поединок в ответ. Коллектив Николая Бондаренко к 26-й минуте сумел не только отыграть отставание в 4 гола, но и выйти вперед в серии, поведя 5-0. Победного преимущества ЦКК в оставшееся время не упустил итог 8-2. Светлогорская дружина в четвертьфинале сыграет с Оршанским Витеном. Другие пары выглядят следующим образом. БЧА играет с Гродненским ОВД «Динамо», ВРЗ со столичным «Дорожником». Соперник «Столицы» Борисов 900. Первые матчи пройдут 21 мая. Ответные – 24-го. Из всех четвертьфинальных пар самый интересный, на наш взгляд, это ВРЗ «Дорожник». В этом противостоянии явного фаворита нет. И хоть по итогам регулярки статистические выкладки незначительны, но все же в пользу ВРЗ. Магоностроители и в таблице выше, и по очным поединкам впереди победа и ничья, но в плей-офф это значение не имеет. Главное же преимущество «Дорожника» сейчас в том, что минчане после перерыва получили уже весомую игровую практику. Перенесенный матч 22-го тура против ЦКК и два поединка 1-8 финала против Щучина. А вот игроки ВРЗ с начала апреля провели лишь один поединок. Пробой сил после паузы стал товарищеский матч с другим четвертьфиналистом – Оршанским Витеном. Игра прошла в конце минувшей недели и завершилась в ничью 1-1. Полуторамесячную паузу тренерские штабы и игроки ВРЗ постарались использовать с максимальной пользой. Как показал гладкий чемпионат, работать есть над чем. Четвертое место – это не то, на что команда рассчитывала. После завершения регулярной части чемпионата, во-первых, проанализировали игру команды, постарались найти те места, над которыми нужно работать, которые не совсем у нас получились. Поэтому скорректировали учебно-тренировочный процесс в момент вынужденной паузы и постарались улучшить эти недочеты. На пользу пошла нам эта работа. Чуть-чуть подуспокоились, остыли. Не хватает немножко сейчас эмоций. Я думаю, как раз зарядились этими, сэкономили, так сказать, эти эмоции. И на плей-офф с желанием, с большим и с большими амбициями ворвемся в плей-офф. Работать во время паузы было непросто, неопределенность. Дальнейшей судьбой турнира давлело. Однако сомнений в том, что постсезон будет, не было. Все надеялись. Это даже не обсуждалось. Никто не рассчитывал на то, что закроется чемпионат и все так и закончится. Потому что все-таки для нас это недосказано еще много чего. И мы связываем очень много надежд с паузовом. В отношении соперника по четвертьфиналу никто иллюзий не строит. Дорожник – самый опасный из всех, кто мог бы быть. Самый сложный соперник. Если мы не смогли обыграть никого из первой тройки, то Дорожник обыграл всех. Но все нацелены на борьбу, все понимают сложность, что будет очень сложно. Я считаю, что нам самый сложный соперник попался в плей-офф. Но тем не менее, мы сами своим турнирным положением на себя его вывели. Поэтому все будут гореть желанием здесь. А там, я говорю, посмотрим. 21 мая Дорожниковы РЗ сыграют между собой в Минске. 24 мая – в Гомеле. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.